привет ребята рада вас сегодня видеть у себя на канале сегодня я начинаю свои обзоры на куколок из коллекции по фильму гарри поттер и логически считаю ну как бы начать лучше всего самого гарри поттера сама коллекция гарри поттер она насчитывает большое уже количество кукол раньше кукол было еще не так много и первая серия она включала в себя несколько персонажей это были персонажи непосредственно сам гарри поттер вот этот вот его лучший друг рон уизли гермиона грейнджер джинни уизли это сестренка рона альбус дамблдор и минерва макгонагал то есть преподаватель профессор и соответственно директор школы хогвартс куколка вот в такой вот прозрачной коробочке у меня уже есть обзор на куколку из коллекции по вот этой вот франшизе гарри поттер это белатриса лэс трэндж и еще одна куколка это луна лавгуд полумно лавгуд та еще мы называем теперь у меня появился гарри и он находится в точно такой же коробочке как и белатриса и луна соответственно ничем не отличается то есть внешний вид коробочки вот такая вот интересная молния ну как бы ее значок молнии как у гарри на лбу шрам соответственно и выбита гарри поттер сбоку надпись гарри поттер снизу и сверху указание о том что куколка непосредственно посвящена персонажу гарри поттеру главному герою этого фильма как я уже показывал с обратной стороны на коробочке находятся главные персонажи и первая линейка которая шла вот по данному фильму потом персонажей было больше и об этом мы поговорим когда будем открывать их а сегодня мы говорим о гарри поттере предлагаю перейти к распаковочке вот такой вот парнишка у нас получился в итоге я хочу начать свой обзор с его плащика так как она была отдельно и я его еще пока не надевала вот такой вот плащик мы знаем что они в школе хогвартсе они носят такие плащи это как бы их часть униформы они не всегда в плащах ну часто очень на плащике на этом наклеечка виде герба гриффиндора красный желтым и в принципе стандартный такая плотная ткань плотная и знаете такая даже не знаю что это за ткань такая ну очень плотная и качественная а подкладочки нет как таковой но есть и как бы подкладка на капюшончик вот такой вот плащик ну и конечно же перейдем к самому гарри поттеру этот парнишка он похож на сам персонажа своим видом полностью я бы сказала что все соответствует мне он кажется очень похожим особенно на гарри когда он был маленьким но первой серии первая вторая самый куклы выпущены по второй части гарри поттера по тайной комнате гарри как раз таким был ну естественно он в очках идет и как видите у него на лбу вот там где волосы открыто немножечко и видно шрам его такое милая мальчика он так улыбается немножечко то есть он добродушный достаточно прическа у него очень похоже именно на прическу гарри поттера из фильма ну она молдированная конечно же сзади надпись мотелл год не указан но мы знаем что это тысячи 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 2018 год достаточно уже не новая коллекция что и здесь еще интересного сами очки они простые как гарри поттера они без стекол без пластмаски без любой просто дырявые такие имитация можно сказать очков вот это вот резиночку я сейчас уберу вот ребят теперь очки без резиночки смотрится более хорошо ну как бы нормально резинка как бы как будто он как маленький боится потерять очки эти снимаются они снимаются потому что у них есть вот здесь вот такое отверстие отверстие есть по бокам здесь вам видно вот без очков гарри он такой симпатяшечка он похож на гарри у него симпатичные такие черты лица глаза у него голубые как гарри поттера то есть точно по фильму вот такой вот симпатичный парень прическу у него как я уже сказала как фильме значит что интересного из самой ну по самой куколке у него аутфит это школьная форма вот такой вот цветерочек джемпер с имитацией рубашечки и галстучка вот здесь вот в этом месте как бы идет имитация на самом деле это все одно целое как бы идёт нарисовано print вот снизу такая полосочка тоже цвета получается оранжево-красную как и сверху вот здесь вот значит этот джемпер он имеет застежку на липучке сзади то есть можно легко снять это всегда достаточно удобно вот так же гарри он в брючках то есть это не джинсы это брючки из достаточно такого тонкого материала брючки длинные что приятно вот такие вот брючки и посмотрим если у да у него есть застежка сзади на липучке чтобы легко было снимать как вы видите на теле сейчас покажу поближе 2018 год мотел то есть тело гарри поттера 2018 года также гарри поттер одет вот в такие вот ботиночки такие интересные черные там как настоящий если честно у них тиснение даже есть тиснение вот такой вот как у настоящих и сзади имеется разрез сможет смотреть такой вот разрезики сейчас я его раздену чтобы можно было посмотреть такое у него тело потому что я даже не представляю я ни разу вот такого вот мальчика в такой комплекции куколку не не видела тело не знаю даже как она вообще поэтому посмотрим вместе ребят да ребят посмотрим это конечно посмотрим но еще я забыла сказать что у него из аксессуаров есть вот такая вот волшебная палочка это его волшебная палочка все палочки у этих кукол сделаны именно так чтобы максимально хорошо передать именно форму и вид палочки из фильма значит ребят еще немножечко об одежде то раз уж я раздела гарри поттера брючки если посмотреть отдельно значит у них тут имитация ширинки спереди обычные они бы я сказала черно-серого цвета я бы не сказала что он прям глубокий черный это скорее темно-темно-серый сзади вот такая вот небольшая а липучка но ее достаточно чтобы за это застегнуть расстегнуть значит обувь как я уже говорила вот такие вот а ботиночки сейчас мы посмотрим еще вот такие вот тиснение вот такой вот у них палочка гарри поттер но она достаточно простая такая коричневая темно-коричневая палочка и вот джемпер как вы видите уже снятый у него пришитый воротничок а так внутри он никак не обработана в принципе просто липучка и вот такой вот плащик который мы сейчас тоже наденем после того как посмотрим на тело гарри поттера это все что шло вместе с гарри поттером ну и конечно же очки ну очки если их отдельно взять вот они такие вот кругленькие очки вот ребята наш гарри поттер это его тело тело подростковое сделано очень классно потому что полностью подвижное все тело значит личико мы уже подробно смотрели тело значит получается подростка достаточно худенькие ручки и одна из них жестовая под палочку одном просто как бы ладошка идет он в трусиках у него также подвижные значит коленки щеколотки неподвижны то есть у него вот эта часть просто плоская подошва также подвижность у него ну как бы в ногах до получается в бедре кисти рук подвижные они также съемные в локтях и в плечах голова тоже подвижная то есть вот такой вот мальчик если мы возьмем его переверну значит сзади будет вот таким образом выглядеть я думаю очень классно сделали я люблю кукол которые подвижны ну ребят просто просто так решила сравнить с кеном просто ростом чтобы вам если интересно то он гораздо ниже ростиком где-то наверно по плечу даже наверно меньше если так выровнять да где-то по плечу вот такой вот он ребят я в восторге от образа гарри поттера мне очень понравилась кукла и мне нравится как я уже говорила возможности артикуляции мне нравится что он подвижный что его можно посадить поставить то есть именно достаточно реальную позу да то есть что как будто он действительно настоящий живой мне очень понравилось то что его одели именно как как он одевается в фильме я имею ввиду первые серии до первые три серии когда он еще достаточно маленький вот ну и в принципе достаточно близко к оригиналу все выполнено то есть и шрам есть и глазки у него голубые мне кажется он очень даже похож ребят мне очень нравится как гарри выглядит в его вот этом плаще вообще прям классный как будто реально из фильма сошел прям с экрана такой классненький в общем моя мечта осуществилась у меня теперь есть гарри поттер и я желаю вам если вам нравится гарри поттер и вообще вы хотите себе такую куклу я желаю вам найти ее и приобрести себе в коллекцию по хорошей цене чтобы повезло потому что он действительно замечательный он такой сладкий я никак не могу уже мне так хочется открыть уже их всех ребят так что скоро будут все остальные наберемся терпения и скоро их всех увидим распечатаем ребят а напишите ваше мнение об этой куколке как вы считаете молдированные волосы ну можно ли как бы на это закрыть глаза и вообще как вы относитесь вот таким вот куколками серии гарри поттер и если у вас уже есть коллекции напишите кто у вас имеется и в общем-то мне очень интересно кто еще фанатеет от гарри поттера кому нравится этот фильм я его смотрел уже не знаю сколько раз всю серию фильмов в общем то вот как бы ну обожаю я его я очень люблю эту сказочную историю ну в общем ребят на этом все пишите свое мнение в комментариях я очень рада наконец-то получить этих кукол потому что я ждала их долго шли они полтора месяца в общем-то слава богу они уже у меня ну все ребят хорошего мне классного настроения и пока пока